На календаре 10 января. Ровно 100 лет назад, 10 января 1919 года, был опубликован приказ Самарского губисполкома о прекращении в церквях всех исповеданий официальных записей актов о бракосочетании, рождении и смерти. Эту функцию с той поры стали исполнять отделы ЗАГС. Тот же приказ обязывал служителей культов передать все метрические книги в эти учреждения. 10 января 1967 года Куйбышевский моторостроительный завод имени Фрунза получил особое задание начать работы по развертыванию серийного производства двигателей для лунной ракеты Н-1. Так началась подготовка лунного проекта. И в тот же самый день было принято в эксплуатацию здание учебного корпуса Куйбышевского авиационного института. Располагалось оно в доме номер 34 на Семейкинском сегодняшнем московском шоссе. 10 января в разные годы появились на свет советский дирижер, педагог Натан Рахлин, популярный киноактер Аркадий Трусов, британский певец и автор песен Род Стюарт и многие другие известные люди. В народном календаре сегодня домочадцев день или рождественский мясоед. В этот день вся семья собиралась в доме. Сообща выполняли работы по хозяйству, вместе садились за стол. Этот день напоминал о том, что семейные согласия – самое дорогое, что может быть у человека. «Когда в семье лад, то и дело спорится, и достаток родится», – говорили люди. А накануне домочадцева дня на красную горку, которая была возле каждой деревни, приносили колья и вбивали их в землю. Утром на горку приходили с семьями. Каждый повязывал накол лоскуток ткани и загадывал желания. Все эти и многие другие интересные события происходили в разное время, но в один день – 10 января. Всего вам самого доброго!